Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Илья Томанов, полковник полиции, начальник отдела госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Илья Викторович – наш постоянный участник наших программ. Впрочем, со времени последней прошло уже довольно много времени, уже и лето все пролетело. Поэтому сегодня, в День знаний, 2 сентября, так все совпало, мы подведем итоги летнего периода и наметим какие-то важные с точки зрения и начальника отдела госавтоинспекции, и просто обычных участников дорожного движения, моменты, на которые нужно обязательно обратить свое внимание. Осень наступает, темнеет рано, детский травматизм – все это в нашей сегодняшней программе. Здравствуйте, Илья Викторович! Николай Александрович, здравствуйте! Ну что, начнем, наверное, с лета. Летом же люди все расслабляются. С одной стороны, часть людей куда-нибудь уезжают на дачу, оттуда не уезжают. Кто-то вообще покидает города, а кто-то активно продолжает работать, и транспорт никто никуда, как говорится, не девается. Насколько летняя ситуация меняется по сравнению, скажем, с весенней? Статистика, которая является одним из основных критериев нашей работы, говорит о том, что мы на правильном пути, потому что идет небольшое снижение. Тем не менее, это 97 раненых, это 6 человек погибло, с которых один ребенок, взрослая девочка, в поселке Красково, к сожалению, стала жертвой ДТП. И в целом, если говорить про детскую аварийность, то это 12 пострадавших детей, это раненых. Это все летний, весенний период? Я говорю за весь период, но эти цифры сильно приросли за лето. Я не хочу отделять, потому что все-таки в целом статистика такая, что просто виды ДТП, как мы уже сказали, и характер ДТП, он меняется. А так, в целом, сама ситуация каких-то ярких всплесков, каких-то больших не имеет. О чем это говорит? О том, что те работы, та профилактика, которая существует, она все-таки дает свои плоды? Ну, вы прям, как говорится, с языка сняли. Это позволяет мне утверждать и быть уверенным, что в целом тот огромный объем работы, я прям тезисно ставлюсь, это то, что на поверхности, то, что видят все, это работа ДПС. Государственная автомобильная инспекция – это технадзор, это работа с юридическими лицами, с пассажирским транспортом, с транспортом, перевозящим опасные грузы. Опять же, переоборудование – это все вот сферы технического надзора. Дорожный надзор – это вообще труженики, которые постоянно совместно с балансодержателем в лице Мосавтодора, муниципальных предприятий, администрации, работают постоянно над совершенствованием, улучшением, и в рамках Комиссии по бесплатному дорожному движению постоянно какие-то принимаются решения, и главное, что они реализовываются, не просто принимаются. Пропаганда. Вы ее видите в разных проявлениях. Посещение школ – это тоже направление пропагандистской работы, потому что детям надо донести те азы и базовые знания, которые позволяют им стать, во-первых, защищенными на дороге, а во-вторых, на всю оставшуюся жизнь усвоить, как надо себя вести на дороге. Очень важное направление – регистрационно-экзаменационная работа. Во время общения… Да, это усиливается, усиливается и усиливается. Улучшается, улучшается, улучшается. Да, я имею в виду, не так просто уже сдать экзамен, из чего не подготовлены. Критерии в оценке постоянно растут, их качество тоже меняется, поэтому все для того, чтобы человек, пришедший для оказания госуслуги, почувствовал себя комфортно. И да, я считаю, что несмотря на, что больше всего в этой ситуации радует, если не сказать, что даже удивляет, несмотря на рост транспорта, на значительное количество увеличения населения, новые микрорайоны, новые дороги, ситуация остается под контролем. Да, мы подводим итоги лета. Я хочу подводить их на, на мой взгляд, наиболее характерных примерах ДТП с пострадавшими. Вот берем вот эту самую неприятную, трагичную ситуацию с погибшей девочкой в Красково. Ее сбил пьяный водитель. Причем у него тенденция к маргинальному поведению на дороге у него была и до этого прослеживалась. Девочка с уверенностью шла на свой зеленый сигнал светофора. Не глядя. Мы не можем спрогнозировать поведение пьяного водителя. Мы не можем резко ухудшившее самочувствие. Мы не можем спрогнозировать преступника поведения. Ну вот едет человек, он совершил преступление. И убегает. Да, он убегает. Мы не можем спрогнозировать, не в обиду будет сказано, поведение не до конца адаптировавшихся водителей из ближайшего зарубежья. Пример характерный почему? В любом случае пересекать проезжую часть пешеходу надо только убедившись, что его преимущество ему предоставлено. И это прописано в правилах ДТП. Вот повторение мать учения. Следующий момент. ДТП тоже страшное по внешнему виду, по содержанию. Это как раз почему мы не в состоянии просчитать ситуацию. Юный водитель. Так. Менее года стаж. Значит, у него была возможность купить мощную иномарку. Она старенькая, но мощная. Там лошадей гораздо больше, чем двух сотен. И он, этот водитель юный, едет по улице Кирова. И вот как можно по улице Кирова? Вот вы по улице Кирова ездите. Да. Как можно по улице Кирова ехать под сотню? Я не знаю. Вот я тоже не знаю. Где хотя бы разогнаться? То есть его опыта, плюс его самоуверенность, плюс закрытая обзорность не позволило просчитать ситуацию. И идущие из спорткомплекса два наших жителя уже преклонного возраста, к сожалению, один попадает под колеса. Мы этот случай здесь разбирали. Это была как раз та триггерная точка. Ничего не изменилось. Вот у нас есть все такие характерные ДТП, которые говорят ровно об этом же самом. Очень большая категория. Вот это прям летняя тема, как вы скажете. Это я прям обращаюсь к гражданам, телезрителям. Прежде чем купить мотоцикл. Вам очень надо подумать. И все очень просто. Я не буду всякие по этому поводу мотоциклетные анекдоты рассказывать. Когда в личном беседе мотоциклисты матерые смеются, они понимают, о чем анекдот. Но статистика уникальная. Из тех 15 пострадавших за лето мотоциклистов, нарушившими правила дорожного движения, только два. Вот сейчас недавно третий там еще появился. Он на Латкаринском шоссе увидел остановку. Для него это было неожиданно. Хотя, опять же, можно было просчитать. С прилегающей территории выезжал грузовик. Он понял, что не успевает остановиться. Положил мотоцикл. Опять же, эти счастливые люди, мотоциклисты. Это уже к мотоциклистам. Я говорю, золотые слова. Помню, мой коллега, я его наблюдаю в коридоре идущего служебного здания, в полной экипировке. Вот он прям такой весь, прям в доспехах. Прям красиво все, модно. И говорю, а вот в чем идея? Он говорит, даже выезжая за хлебом, надо экипироваться полностью. Полностью, да. Вот потому что, если бы он положил мотоцикл, да, ему удалось избежать столкновения. Но по правилам дорожного движения он не справился с управлением. Он виноват. Если бы он был в экипировке, ну ничего, кроме испуга и ушибов у него бы не было. Сейчас, к сожалению, перелом бедра, и он находится в больнице. Я уже, да, я уже, если честно, опять же, в силу профессиональной деформации, да, я когда вижу этих людей в шлеме, да, и там, и в шортах, да, я каждый раз думаю, ну, блин, ну, это же вот... Ты хочется подальше от такого. Да нет, у меня ничего, кроме сострадания, нет. Нет, вот пролетев по асфальту, сколько боли и страданий он потом этими коленками будет собирать. Вот сейчас я предлагаю, давайте сделаем сейчас небольшую паузу, и именно с мотоциклистов мы начнем нашу вторую часть, потому что вы сказали очень интересную фразу, что из всех правонарушений, которые были связаны с мотоциклистами, только, получается, два плюс один нарушители, а остальные стали, ну, скажем так, участниками этого, да, дорожного происшествия. Вот во второй части мы сейчас начнем. Напомню, что у нас в гостях Илья Викторович Атаманов, начальник отдела госавтоинспекции межмуниципального управления МВД России Люберецкая, который нам очень ярко, в красках, очень доходчиво рассказывает о том, как проходило дорожное лето в городском округе Люберца. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях начальник отдела госавтоинспекции межмуниципального управления МВД России Люберецкая, Илья Викторович Атаманов. Кстати, прежде чем мы продолжим, оттолкнемся от мотоциклов, как мы обещали, я так слышал и так понимаю, что мы теперь опять ГАИ, то есть ГИБДД больше нет, или как? Объясните нам. Слушайте, наверное, с этого надо было начитать. «Мы» – это наше официальное второе название. То есть, если посмотреть, мы также госавтоинспекция безопасности дорожного движения, но сокращено название госавтоинспекции, причем это одним словом, и не ГАИ. Ну, это вот такое прям… Ну, хорошо. Наша такая вот ведомственная такая вот, опять же, для удобства населения. Для удобства населения. Чтобы ГИБДД, чтобы не… Ну, мы уже привыкли к ГИБДД. Ну, теперь… Ну, привыкли. А кто-то не привыкли. Никто не привыкли. Вернемся к мотоциклистам. Напомню, что мы подводим итоги лета, потому что 2 сентября, сегодня День знаний, вторая часть еще у нас будет о детском травматизме тоже будем говорить. Ну, частично мы об этом говорили в первой. Итак, из тех происшествий, в которых были мотоциклисты, оказывается, не всегда они нарушают правила. Ключевая мысль, вот то, с чего я начал, я к ней возвращаюсь. Прежде чем принять решение, что вы становитесь мотоциклистом, покупаете мотоцикл, надо понимать, что с вероятностью 95% вы будете участником ДТП. Ну, как говорил один мудрый мотоциклист, неупавшего мотоциклиста не бывает. Вот. Из этого делаем вывод. Умение просчитать ситуацию надо в себе культивировать, оно приходит с опытом. Надо быть экипированным и надо понять, вообще надо, это стоит этого или не. Или не стоит, да. Потому что вот то здоровье, которое будет безвозвратно потеряно, вот. Ведь почему сейчас, опять же, откуда вся эта история с мотоциклами все? Потому что можно между рядов, формально не нарушая правил, формально не нарушая правила, сейчас над этой частью правил дорожного движения, такой вакуум правовой. Мы в свое время разбирались, погружались с коллегами. Ну, вроде да, вроде нет. То есть вот попал он там, вот как-то вот там на какой-то полосу не попал. Оценочная ситуация. Этой оценочностью ситуации пользуются мотоциклисты и порой являются причиной принятия решения о приобретении мотоцикла еще не ставшим мотоциклистом участником дорожного движения. Ну, глядя, как просачивается с той пороги. Ну да, без пробок. Это просто вот такой поиск какого-то легкого пути или, как кажется людям, удачного решения. Удачность очень оценочна, потому что, как я уже сказал, во-первых, вы точно упадете, во-вторых, вот вы понимаете, только три из всех этих, они условно нарушили правила дорожного движения. Ну, как нарушили, опять же, то есть он пытался на жирный желтый, пытался проехать, думал, что проскочит. А с другой стороны был джигит, а его тут не проскочил. Мотоциклисты это знают, но я это напоминаю. Их не видят. Их не замечают. Даже если они со своими неправильными глушителями гремят на всю улицу, даже если они едут с дальним светом, даже если они едут аккуратно, их не замечают. И ничего за последние годы в жизни мотоциклистов не изменилось. Это почему я говорю 95%, потому что их не замечают. И это как раз специфика летних дорожно-транспортных происшествий. И причем у нас вот это лето почему-то всплеск. Если в прошлом году у нас было всего 6 пострадавших, сейчас уже эта цифра в 2,5 раза больше. Питбайки? Это я еще не дошел до электровелосипедов и электросамокатов. Да, и, кстати, уже некоторые... Я бы вообще по этому поводу отдельную передачу провел. Раздатчики-то сейчас вовсю ездят? Мы сейчас к этому подойдем, чтобы не перескакивать. Вы знаете, во-первых, надо понимать, если мы видим питбайк, он же спортинвентарь, его правильное название. Почему спортинвентарь? Потому что, в принципе, по правилам дорожного движения этих двухколесных транспортных средств на проезжей части вообще не должно быть. Они не приспособлены для передвижения по дорогам общего пользования. Это так и называется спортинвентарь. Его надо погрузить на прицеп, привезти в зону проведения соревнований или в специально подготовленную местность и там упражняться. Говорят другим языком, на нем можно ездить или по лесу, или по треку. Где вы видели лес или трек? Причем там достаточно мощные попадаются экземпляры. Вот я так понимаю, мы побороли одну напасть под названием скутеры. Спортинвентарь, питбайки – это прям бедствие на дороге. Надо понимать, что мы с этой категорией участников дорожного движения работаем. Работаем активно. Я даже больше скажу, без ложной скромности, свыше полутора тысяч привлеченных к административной ответственности участников дорожного движения за лето. Причем не только те два мотоциклиста, которые каждый день по всему району передвигаются и работают с этой категорией участников дорожного движения. Это экипажи. Никто по старинке не отменял на светофоре остановившегося мотоциклиста подойти и попросить его убедительно припарковаться справа. Или у взорвавшегося подростка, или расслабившегося, остановившегося до чего-то, у ларька или у магазина, тоже попросить ключики, разузнать, как он сюда добрался и почему он нарушает право дорожного движения. То есть все профессиональные хитрости не отменяются. Они все в полном спектре работают. И эта категория участников дорожного движения это знает. Поэтому как зайцы кустами, буераками уезжают. Есть тоже свои хитрости. Все раскрывать не буду. Начиная с дружинников, которые тоже на мощных спортивных мотоциклах мы привлекаем. Заканчивая волонтерами, которые люди гражданской наружности, даже очень гражданской наружности, подходят, берут их в оборот, а потом приезжают уже сотрудники полиции. Мы с Виткаринской администрацией на карьере мы очень активно практиковали. Но я вижу, что те, кто доставкой занимается, очень часто выезжают на дорогу. Они же тоже не имеют на это право. Чтобы сократить время. Нет, это СИМ. Средство индивидуальной мобильности. Оно стало таким же транспортным средством. То есть оно появилось в правилах дорожного движения. Но правила дорожного движения его определяют. По сути, он может двигаться, как велосипед. Вы много видели, что они ездят, как велосипед? Но, честно говоря, по тротуару сейчас немножко страшнее стало ходить. Нет, он может ехать вдоль дороги. Он должен так же спешиваться, как велосипедист, чтобы пересечь по пешеходному переходу проезжую часть. То есть вот такие же требования. И штрафные санкции точно такие же. За лето я хочу сказать, что мы их приучили потихонечку. Ну, вот как приучили? То есть какой критерий? То есть если они видят дорожно-патрульную службу, они стараются ехать по правилам и даже спешиваются на пешеходном переходе. Я считаю, что мы своей цели в основном добиваемся. Потому что, опять же, когда он попадает в поле зрения не только как участник дорожного движения, мы к этой категории мигрантов еще и применяем меры воздействия по миграционному законодательству. Я уже не говорю, что если 2-3 административного правонарушения ему запрещают въезд в дальнейшем, то если выехал уже не вернется. И заканчивая то, что, в принципе, если он злостный нарушитель, то вплоть до выдворения. Вспомним о том, что сегодня начало нового учебного года и нового сезона возвращаются все из отпусков. То есть тут сразу несколько таких направлений. Во-первых, все дети возвращаются домой. А это значит, нужно обратить внимание и детей пешеходов, и взрослых водителей на то, что есть определенные сложности войти в обычный, так сказать, трудовой режим. Ну и плюс потихонечку темнота будет возвращаться все раньше и раньше. Где-нибудь совсем скоро уже в 7 часов вечера будет довольно темно. То есть как вот это все сложить в такой правильный пазл, чтобы не было детского травматизма и вообще водительских каких-то аварий и катастроф? Давайте коротко по существу. Да. Первое. Начало учебного года. Вспоминаем базовое правило для родителей. Желательно с ребенком пройти маршрут, проговорить. Понятно, что начальные классы будут до какого-то времени водить, вырабатывать. То есть проработать с теми детьми, которые его знают, все равно пройти, все равно проговорить. Вот найти это время и это сделать. Второе. Быть личным примером в соблюдении права дорожного движения. Не забывать, что дети все равно будут вести себя так, как ведут родители. То есть личным примером показывать. И самое главное, это все-таки еще вести разъяснительно правовую работу. То есть есть такие права дорожного движения. То есть теорию базовую, вот налево, направо, посмотри в глаза, посмотри на машину. Это все, это все задачи родителей. Мы не снимаем с себя ответственности по проведению этой работы. Так с 19 августа по 22 сентября проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Что в него входит? Работа со школами, активная работа со средствами массовой информации. То есть все имеющиеся, весь имеющийся арсенал доведения до жителей, до участников дорожного движения тех требований к безопасности дорожного движения, которые позволят детям почувствовать себя защищенными на дороге. Здесь вот такой вот очень важный момент. Школа, в школу все понятно. Сейчас это, опять же, работа над ошибками, выводы из лет. Сразу вот отвечу на вопрос, который почему дети попадают в ДТП. Первое, в основе всего их несчастья, это то, что родители ментально думают, что дети будут соблюдать правила дорожного движения. А дети, соответственно, в силу своего возраста они не собираются их соблюдать. Пусть взрослые. И мы знаем, да, и мы знаем. Ребенок, самый простой пример, вот эти вот картинки и с широкого экрана, и я их регулярно вижу, потому что приезжаешь на ДТП, сразу снимаем с камер безопасный город, видеоряд с подъездов. Вот он между машин, ребенок как бежал, вот они бежали друг за другом. Так и бежали. И так и бежали. Вот. Это должен понимать и водитель, и это должны как-то понимать дети. Поэтому внутридворовое поведение, внутридворовое территория это отдельные блок разговоров и отдельное внимание со стороны родителей. Очень важно в продолжении нашего разговора, вот недавно, буквально, вот прям посмотрю, вот прям показывать надо вот прям с широкого экрана, да, вот едет этот ребенок счастливый, на этом электросамокате, он выходит из поворота и едет вот, едет девушка на машине, на легковой, вот она вот едет аккуратно по внутренней двору и он прям вот у них прям вот лобовое столкновение. Вот кто виноват? У этой ситуации есть еще одна с электросамокатом, есть еще одна составляющая и есть уже практика судебная, как мы уже здесь сказали, и родители должны понимать, вот я сейчас обращаюсь к родителям, покупая средства индивидуальной мобильности под названием электросамокат, вы должны понимать, что ваш ребенок может стать участником ДТП, в случае, если один из участников ДТП пострадает, статья 264 уголовного кодекса. Как бы это ни звучало, может быть парадоксально. То есть вот на этом электросамокате можно получить судимость, как ребенку, так и взрослому. Ну, взрослые, как говорится, в ответе, а за детей в ответе мы. Поэтому родители, покупающие электросамокат, я не говорю, что не надо на них ездить, мы не уйдем от современности, мы уйдем от... Надо потом понимать о том, что как конь несет они последствия. Электросамокаты это отдельное направление работы для каждого родителя. Надо рассказать, как с ним ездить, надо рассказать, на какой скорость ездить, надо рассказать, куда не надо выезжать. Ну, вообще понятно, да. Надо личным примером не садиться вдвоем, втроем, да, там на нем и ехать, да. Вот тем более, вот это, знаете, опять же, я родителям сейчас подсказочку даю. Что такое старший и младший ребенок? Это классика. В травмпунктах говорят самокат, когда приезжаешь, да, когда просто ребенок, который пониже едет спереди, а который постарше, понятно, сзади, чем он бьется при ДТП? Лицевой частью. И там, иногда, такие неприятные бывают. Ну да, да, да. Ну, мы, к сожалению, должны уже завершать. Мне всегда нравится, что Илья Викторович у нас очень подробно на конкретных примерах все рассказывает, чтобы доходчиво было. Но мы должны завершить. Давайте завершим все-таки вот началом уже с точки зрения водителя темное время суток, осень, плавно переходящая уже в зимний период. Давайте напомним водителям, как им правильно, плавно перейти из летнего такого немножечко расслабленного состояния вот в это осенне-зимнее. Все рекомендации стандартные, но повторение мать учения. Первое. Надо понимать, что вообще сейчас уже демисезонья, сезон дождей, нету даже не к водителям больше, а к родителям. Напомнить им, светоотражающий элемент в одежде ребенка, а еще лучше жилетка светоотражающая, модная, она может быть красивой, их великое множество, позволит ребенку быть заметным и как следствие избежать неприятностей. Облегчить жизнь водителям, в том числе на внутридворовой территории. Водителям, соответственно, с учетом того, что все, вот надо понимать, все, дети пошли в школу, то есть количество детей на дороге увеличилось резко, значительно увеличилось. Поэтому вот эти знаки, внимание школы, внимание дети, пешеходные переходы, это действительно, это надо менять, вот как мы летом, что мы меняем летом на дороге, у нас появляется ментальное восприятие, где-то рядом мотоциклист. Да. Вот слева или справа, то есть мы знаем, что вот посмотри в зеркало. Надо посмотреть, да, очень надо посмотреть при перестроении, при расположении, то же самое. Начался этот осенний период, мы должны понимать, дети, причем дети, которые отвыкли от правил дорожного движения и должен быть адаптационный период, и поэтому дети должны быть, мы должны на таком опытном, ментальном уровне эту ситуацию для себя просчитывать и быть к ней готовы. Ну и это может быть ближе уже к зимнему периоду, но никто не отменял. Правильные дворники, правильное освещение и правильная резина, чтобы не было эффекта такого планирования. Ну и самый последний вопрос, или как любят сейчас говорить, крайний вопрос, это госуслуга по регистрационным действиям в 2024 году. Вот, предоставляется ли она подразделениям госавтоинспекции, как это работает сегодня? Я с гордостью могу сказать, что госуслуга работает четко. Для того, чтобы получить госуслугу, есть два способа. Напоминаю, ну, потому что люди не каждый день этим пользуются, хотя портал госуслуги это стало уже неотъемлемой составляющей нашей жизни. Глубина очереди на регистрационные действия такова, что на завтра вы можете записаться в любое интересующее вас подразделение. С заменой водительского удостоверения там потяжелее, и я обращаю на это внимание, когда вот, вот сейчас у нас же амнистия напоминает, трехлетние, двухлетние для кого-то уже, и когда амнистия закончится, можете представить, какой ажиотаж будет в регистрационно-экзаменационных подразделениях по замене водительского. Поэтому не спеша пользуясь амнистией, у кого закончилось водительское удостоверение, меняем, получаем справочку медицинскую, регистрируемся. Первое, как я сказал, или на портале госуслуги, или приходим, терминал стоит в центре подразделения, там всегда стоит девушка, которая подскажет, как интерфейс победить. Получаете талончик на удобное время и день недели, и, соответственно, быстренько получаете замену водительского удостоверения. Напомню, что гостем нашей программы был начальник отдела госавтоинспекции межмуниципального управления МВД России Люберецкий Илья Викторович Атаманов, полковник полиции. Спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин